День защиты детей И Кристина Козлова, основатель и педагог школы Изи Плей Здравствуйте, Кристина Ну, фестивальный формат, он подразумевает не просто большой концерт, а наличие различных интересных площадок Расскажите о них, наверное, Дмитрий, вам слово Ну, я думаю, что мы все по ходу дела расскажем, что будет происходить Ну, конечно же, концертная программа это то, что всегда явно видно, всегда явно слышно Будете проходить мимо, обязательно услышите, как поют и танцуют наши конкурсанты Ну, а также будут у нас игровые площадки Компания Мосигра проведет у нас игровую такую зону Можно будет поиграть в настольные игры и не только в настольные игры Что еще будет у нас, Максим? Дополняй Будет очень много конкурсов от разных компаний, достойные призы будут А они будут интересны только детям или взрослым тоже стоит прийти и поучаствовать? Ну, призы любят все и взрослые дети, поэтому я думаю, что все захотят это сделать Но я, насколько видел, вот если мы говорим про игры, то, насколько я знаю, сейчас это модно играть взрослым в игры Как собирается компания, они обязательно берут какую-то настольную игру и играют в нее Поэтому такой шанс будет и у нас на празднике Ну, кроме того, конечно же, у нас будут мастера декоративно-прикладного творчества Они будут выставлять свои изделия, это как поход в музей У нас будет несколько рядов, можно будет так начать идти и через час выйти Потому что просто невозможно будет пройти мимо То есть, я так понимаю, это уже привычные всем, да, городские площадки Которые, как правило, работают на подобных мероприятиях Но, тем не менее, Дмитрий, вы сказали, что будет конкурсная программа Я не ослышалась, я правильно понимаю? То есть, фестивальная программа подразумевает выступления также каких-то коллективов Которые тоже будут бороться за какой-то статус? Не совсем, не совсем То есть, мы говорили про конкурсы от каких-то компаний, например То есть, вот от тех же мастеров декоративно-прикладного творчества Они как-то собрались и изготовили какие-то призы, которые мы разыграем Просто так это будет А что касается фестиваля, нет, у нас не будет конкурса Все дети и взрослые будут просто выступать, дарить радость, тепло и доброту Кристина, расскажите о своем участии Я буду выступать в качестве, как являюсь педагогом музыкальной школы Изи Плей И мои ученики, и в частности музыкально-театральный класс покажут свой номер Один из номеров, шарики воздушные, там дети будут петь и немножко даже пританцовывать Кристина лично будет играть на синтезаторе? Да, я буду исполнять музыку, а они будут подпевать То есть, нет, не будет минусовки, все будет живьем, все будет в тот самый момент, когда будет выступление Кстати, хотел бы дополнить, что раз мы заговорили про живой звук У нас будет выступать рок-группа из поселка Нового, которая называется Первый Дождь Арт-студия Белые Дороги Мы уже были у вас в студии, рассказывали про фестиваль погружения в искусство И там мы этих ребят заметили, приметили Мы были поражены тем, как они профессионально выступают Это, я бы сказал, класс вообще российский До мирового пока ребятам еще нужно поработать Но российский класс они уже освоили точно И приходите посмотреть уж точно эту группу В 5 часов они начнут свое выступление А что касается вообще времени работы фестиваля С 11 утра мы уже начинаем песни Начинают у нас работать локальные площадки Все закончится в 6 Вот, кстати, еще если мы говорим про программу уже, да, так расскажем Конечно, хочется подробнее остановиться на каждой площадке Даже не то, чтобы площадки У нас фестиваль это такой живой организм Где нет такого деления, где какая площадка У нас, естественно, будет сцена Это амфитеатр на спортивной набережной Может быть, кто-то не понимает, где это Это выше фонтана чуть-чуть Вот, и там вот будут сидушки В принципе, очень удобная площадка для выступлений В 13.30 у нас начнется удивительное крио-шоу Вот, а тот, кто не совсем понимает, что это Я не буду объяснять Приходите, сами все увидите Вот, и, конечно же, у нас будет шоу мыльных пузырей И выступление юных звезд Приморья Это будет происходить весь день То есть, интересно будет всем публике Любого возраста Будет зрелищно И постоянно с 11 и до вечера До 6, если я не ошибаюсь Постоянно будет все работать, да? Обязательно, да Не на минуту, не прервемся Хочется немножко отойти от мероприятия И поговорить с вами об организации Непосредственно таких событий Потому что ваша команда регулярно работает Именно над городскими мероприятиями Что, мне кажется, такой особый формат Потому что угодить нужно всему Владивостоку Да и гостям города тоже Да Как вам это удается? Уже не первый год, насколько я знаю, вы работаете Расскажите, каковы уже результаты вашего труда И поделитесь своим опытом все-таки Может быть, были ошибки, которые стоит избегать? Хочется узнать подробности Ну, всю тайну мы не будем раскрывать Ну, безусловно В чем заключается вообще наша работа Сотрудничество именно творческой команды Живи ярче Это непосредственно больше помощь творческим людям Вне зависимости в каком направлении Поэтому те же мастера прикладного творчества Это одно из направлений, которым мы и занимаемся А вот еще раз По первому июня У нас было запланировано вообще за 12 часов мероприятие Но так как очень много у нас талантливой молодежи Талантливых ребят И с каждым мероприятием их становится все больше и больше Поэтому нам пришлось с 11 часов сделать это мероприятие Даже так Приоткрою еще немножко тайну В этом году мы планируем далеко не одно мероприятие В формате такого городского Пример у нас был в ноябре впервые в Аудиостоке Это день рождения Деда Мороза В этом году точно мы его повторим И будет формат намного интереснее Что касается именно непосредственно детской аудитории Потому что все-таки праздник их Они виновники торжества, да, большого события Я так понимаю, что были некие особенности в программе, да, когда подбирали ее На что особенно обращали внимание? Мы обращали внимание на разнообразие То есть это и песенные будут номера, танцевальные номера Причем дети будут менять костюмы, чуть ли не каждый номер Вот это тоже отдельная такая тема Если говорили про организацию мероприятий Вот это такая техническая сторона вопроса Чтобы дети успели переодеться, чтобы все они там были довольны, да Чтобы им был этот праздник Ну и, наверное, такая вишенка на торте Это цирковые номера Я не знаю, честно сказать, как будет это все показано На площадке городской, ведь это же купол цирка Нужно, чтобы все там как-то там, не знаю Но постараемся А руководители говорят, что они сделают все возможное, чтобы было классно Поэтому цирковые номера тоже у нас будут Вот это самое интересное для меня будет в этом году Это касается непосредственно выступлений Правильно я понимаю? А сколько ожидается участников самого фестиваля? Участников? Именно тех, кто будет выступать на сценической площадке Знаете, даже, я вот даже боюсь предположить Ну сотни, потому что много коллективов Как минимум в каждом коллективе по 30 человек Уже три коллектива, уже почти 100 А там весь день забит Ну то есть я боюсь даже назвать эту цифру Вот давайте посчитаем 1 июня Приходите и посмотрите Лучше один раз увидеть и послушать, как говорится Опять-таки вернемся к организационному моменту Сейчас Максим сказал, что в связи с тем, что поступает все больше и больше желающих Да, предложение от желающих участвовать в подобных мероприятиях Приходится даже расширять время проведения Собственно этих непосредственных мероприятий Так вот, как на вас выйти? Может быть сейчас нас смотрят те, кто тоже хочет принять участие в подобном событии Масштабном, городском И тот, кто действительно достойный этого Что нужно сделать? Да, в принципе, вы всегда можете нас найти в социальных сетях Это Инстаграм Адрес у нас Живи Ярче Пожалуйста, обращайтесь Мы всегда рады всем То есть просто достаточно написать и все произойдет, да? Я немножко еще, Дмитрий, поправлю То есть, помимо того, что у нас увеличение времени Нам еще пришлось немножко даже площадку увеличить То есть будет задействована верхняя площадка Амфитеатр Именно на спортивной набережной И вполне возможно, где фонтан Что-то займется Потому что только мастеров прикладного творчества В этот раз около 86 человек будет А какое конкретно прикладное творчество будет представлено? Совершенно разное направление То есть это начиная от вата валяния Как у них, правильно? Заканчивая всевозможными мастер-классами То есть и пряники, и роспись будет Еще самое интересное, что Одной известной компанией у нас Которой занимается водой Будет дегустация совершенно бесплатно Каждый может подойти и попробовать воду компании Такой вопрос Как правило, на подобных мероприятиях Часто работают какие-то благотворительные организации Будет ли что-то подобное в День защиты детей во Владивостоке? Да, мы соблюдаем традицию сотрудничества Фондом благотворительным «Сохрани жизнь» В этом году опять же будет ихняя локация Что конкретно именно с ними будет Пока у нас стадия обсуждения Скорее всего, это будет выставка рисунков И какие-то мастер-классы То есть это та самая художественная выставка картин О Владивостоке? Или это отдельно? Нет, это немножко отдельно А можно рассказать о нем? Тоже интересно Кто участники? Кто писал эти картины? Можно, конечно Это конкурс от компании «Вернит» У нас происходил В течение двух месяцев Дети Как раз к этому дню мы все стремились Рисовали картины о Владивостоке Как они себе представляют достопримечательности в Владивостоке И каждый по-своему себе представлял Кто-то пошел по пути, скажем так, общепринятому У кого-то мост и так далее А кто-то был более изобретателен По-другому себе это представлял В любом случае мы всех награждаем грамотами На этом фестивале Будем подводить итоги И выставка картин будет организована прямо у нас на фестивале Можно будет подойти и посмотреть Как дети себе представляют Владивосток На самом деле очень много интереснейших картин И я даже могу таким языком сказать Много интересных техник На самом деле То есть участвуют же и художественные школы Кто-то участвует Просто вот увидел конкурс Решил поучаствовать А бывает целыми творческими объединениями участвуют Поэтому много очень интересных картин будет у нас Прямо на сцене это будет все представлено Как много времени как правило уходит Чтобы организовать такое масштабное мероприятие Вот вы сейчас перечисляете элементарно те площадки Которые будут работать Это ведь невероятно много людей Которые хотят опять же принять участие Разместиться Поделитесь тайной Как это происходит Как это обсуждается Как вы выбираете место проведения По какому принципу Ну понятно что это центр города Но бывает площадь Бывает спортивная набережная Вот очень интересные вот эти нюансы Вот как-то какое-то внутреннее чувство Типа мы на площади уже были Давайте сделаем здесь Потом давайте сделаем в другом месте Ну как-то само место хочется Само же место диктует еще свои условия Свои интересы Поэтому вот мы стараемся менять место проведения Что касается самоорганизации Я почему-то вспоминаю слово логистика То есть вот я помню Разговаривал с одним человеком Который занимается логистикой Отгрузки контейнеров Туда-сюда Кажется все просто На самом деле контейнер должен подойти Его должны увезти куда-то Туда-сюда Все должны быть в курсе Так и здесь на самом деле Определенные люди должны прийти В определенное место В определенное время Они должны знать что делать И так далее Вот эта вот коммуникация Она на самом деле достаточно такая Информативная Нужно сделать так Чтобы все люди поняли Что и когда делать Все готовы это делать Нам нужно донести до людей Всю эту информацию Вот и скажем так Крайняя степень этой логистики Происходит сейчас Мы доносим до наших зрителей Когда же приходить на наш фестиваль А у вас всего немного людей в команде То есть вот Максим, Дмитрий Ну Кристина уже как участник Я участвую в фестивале непосредственно Кристина нам помогает Кстати очень часто Да, мы как бы общаемся очень плотно И постоянно участник таких событий Которые организовывают вместе Дмитрий и Максим Ну в любом случае понятно Что со стороны Вот силу привлекаете, да Помощь А есть ли волонтеры Может быть ребята юные Которые могут помочь в этом Расскажите Как-то они присоединяются Как это происходит Ну именно по волонтерам Дмитрий больше сможет рассказать Да, конечно, Дмитрий Ну не то что Дмитрий Мы все занимаемся На самом деле мы как-то так У нас нет такого Что кто-то один отвечает за это Кто-то один отвечает за другое Мы все отвечаем за все Может быть это кажется Не совсем правильной схемой Но зато это Это удобно Это удобно В каком-то смысле В каком-то нет Да, вот если каждый выполняет Ну скажем так честно свою работу У нас именно так и происходит То это только дополняет всю историю Поэтому А что касается волонтеров Да, у нас участвует много волонтеров Помогают нам Именно в организационной части И так далее Что еще раз Кто волонтеры Из ГОЭСа у нас волонтер работает В этот раз Вообще мы приглашаем Очень многих волонтеров С разных абсолютно волонтерских организаций Тоже стараемся Каждому давать Не то что шансы А с каждыми поработать Потому что есть многие организации Которые уже по проторенной дорожке Выступают одни и те же Одни и те же у них Вот люди Ну как бы вот все удобно Вот у нас как-то Мы так стараемся Каждый раз с новыми людьми Вот я боюсь Что скоро закончатся В Владивостоке Люди с которыми мы Скажем так Еще не работали Да Но будет новое Так это же тоже опять же плюс В какой-то степени Всех знаете Со всеми легко договориться Да Попросить помощь Я думаю новые люди Кстати вот хотел поделиться Своими чаяниями Насчет творческих людей В кампусе ДВФУ Вот мы недавно Помогали организовать мероприятия По спортивному ориентированию На острове русском И хотелось привлечь Людей которые живут на русском острове Ну чтобы они прям Ну никуда не ехали Прям оттуда и спели Реально мы старались найти Идти очень долго Но так нашли Буквально несколько человек Неужели на русском острове Нет людей Которые занимаются творчеством Наверное где-то Мы не там искали Дорогие друзья Они просто все переезжают Во Владивосток со временем Наверное Ну да Но ведь они же наверняка Вот те кто живет В гостиницах там И так далее Вот как-то не нашли Здесь коннект Если вы нас смотрите Пожалуйста Откликнитесь Если вы жительный государства Вот мы на русском острове Тоже с удовольствием Проведем какие-то мероприятия И вас пригласим Давайте сейчас делаем Небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор Я предлагаю вернуться К предстоящему концерту Который пройдет В рамках фестиваля В гостях у детства В день защиты детей Кристина Уже сказали Что будете выступать Со своей командой Со воспитанниками Своей школы А расскажите подробнее С чем конкретно Будете выступать На этот раз Один номер будет Как я уже сказала С шариками А второй номер Это Я представлю Новую свою авторскую песню Детки будут петь Мой мир называется Песня И она будет немного В связи с тем Что как раз будут Представлены работы Художественные Описания города Там дети пишут Своё представление О том Как они видят Но у нас будет В том же ракурсе То же художественном Но немножко Другое Песенка детская Забавная О том Как ребенок Своими глазами Рисует мир То есть Что он в нем видит Конечно же Все позитивное Все самое такое Радостное В детских глазах И в этой песне будет Вот Вы автор музыки и слов Да Автор музыки и слов Детям песня полюбилась Она легко Ложится на слух Я хочу Чтобы многие Побывали В этот прекрасный день 1 июня Как раз будет презентация То есть Еще никто не слышал Только наш коллектив И исполнял себе Пока на репетиционных Моментах Зрители 8 канала Наверняка помнят Кристину как скрипачку А, да Кстати Она в Новый год Было выступление В Новый год здесь Вот поэтому Тоже Кристина сыграет У нас на фестивале Обязательно Обязательно То есть я никогда Не пропускаю момент Где можно Поиграть на скрипке И всегда это приветствуется Потому что очень много Коллективов Именно вокальных И всегда Интересно и ярко Звучат инструменты Да И скрипка В том числе Как бы такой Инструмент Одухотворяющий Окрыляющий Я согласна Не каждый день У нас есть возможность Послушать замечательное Живое выступление Скрипачки Скрипача И вот Кристина Сделает этот подарок Жителям и гостям Владивостока В День защиты детей Ну Кристина сегодня Представляет Свой один Творческий коллектив Который будет выступать На концерте Но они будут Не единственные Какие может быть Еще известные Городские команды Мы увидим На площадке сценической Знаете Вот не хотелось бы Кого-то выделять Потому что реально Все достойны того Чтобы прозвучать И все они прозвучат Именно на фестивале Вот скажу лишь Что и я тебя Приготовлю песню Тоже премьера Будет песни С федерации Черлидинга Кстати мы ее будем делать Ух ты как раз Решили да Сделать такой номер Уже такой спортивный Потому что Детство это всегда Задор Это юность Спорт Поэтому решили Как-то так сделать Ну это зрелищно Действительно Конечно Ну да Это будет очень зрелищно Интересно Вот А так Даже не знаю Очень много будет коллективов Много будет Поэтому давайте на этом Пока и остановимся Название конкретное В пост-релизе Мы сделаем Пост всех Конечно же укажем А мне хочется Сейчас акцентировать Внимание Непосредственно На вашей работе Да Максим и Дмитрий Потому что Я знаю Что вы работаете Так сказать Собственно На инициативе Как вам это удается Да Потому что Обычно Подобные проекты Реализуются С помощью грантов Насколько мне известно Как справляетесь Может быть Чего не хватает Может быть Нужна какая-то помощь Сейчас есть Замечательная возможность Рассказать об этом Помощь Не знаю даже Как-то помощь Особо никогда не ждем Какое-то серьезное Надо поблагодарить Что управление культуры Города Владивостока Нам оказывает Свою помощь Вот мы Согласуют нам Площадки Какие-то коллективы Тоже нам Предоставляют И так далее Очень хорошее Отношение К нам С их стороны Вот А так помощи В принципе Особо ни у кого Не просим Потому что На первых порах Действительно Можно было бы Да А сейчас Как-то сами люди Предлагают На многие компании Сами пишут уже Можно принять у вас Участие Некоторым Приходится отказывать Что скажем так Больновато Даже делать Но отказывать Потому что Уже Подобная компания Принимает у нас Участие Например Да С таким же Материалом Помощь Помощь Если вам нужна Помощь Мы вам ее окажем Вот так Нам помощь не нужна Как-то так Уже все Мы готовы К сотрудничеству Всегда То есть Я правильно понимаю Что за время Вашей работы Так получилось Что вы взяли Инициативу На себя Инициативу В безвозмездной Можно сказать Организации Различных масштабных Мероприятий Во Владивостоке А сегодня Все готовы Помогать Даже настолько активно Что порой Приходится Отказываться От помощи Да Да На самом деле Я многие мероприятия Я до этого не знал Как это все делается Многие мероприятия Идут на грантах И так далее То есть Я не знал Этого Как делать И благодаря Этому незнанию Мы в таком формате И работаем То есть Может быть Если мы До этого знали Как-то пошли По проторенной дорожке Да И делали все Как обычно А сейчас уже Это все происходит Так как происходит По поводу Кстати Вот того Что мы делаем Все на собственной инициативе Там даже Максим Может больше рассказать Максим Вам слово Да Как-то скромно стоите А хочется узнать Максим думает О том Как все Сделать Да Весь в думах Ну вы у нас спрашивали Как вообще Организуются мероприятия Вот какого времени До какого На самом деле У нас нету такого Что вот мы провели мероприятие Все забыли Пошли отдыхать У нас Сейчас идет Основным потоком То есть мы делаем мероприятие Уже придумали Начинаем его разрабатывать И параллельно Мы уже планируем На год Где-то вперед Какие же мероприятия Что у нас будут Вот вернусь К прошлому мероприятию Что у нас было Это погружение в искусство Дальнего Востока Когда мы Привлекали всех Творческих людей Со всего В принципе Дальнего Востока В этом году Этот формат будет Он будет называться У нас Искусство Дальнего Востока Проходить он будет В сентябре месяце Точную дату Пока вам не подскажу Но будет И Дедушка Мороз Наш Дальневосточный Который приезжал В ноябре И провел здесь День рождения Он уже Он уже Отписался нам Сказал Что ему Очень понравилось В Владивостоке Уже планирует Программу На ноябрь месяц И 17 ноября Он будет у нас На центральной площади Города Владивосток То есть у вас уже Практически новогодняя программа Расписана Я с удовольствием Жду новогоднюю программу Мне так нравится Серьезно Я с вами соглашусь Дмитрий Это всегда очень приятный период Да Предпраздничная суета Все ее ругают Но при этом Все равно Ты получаешь Какие-то положительные эмоции А только это Мне кажется Только положительные Подарки Это что такое счастье Купить подарок И как-то его Затаить И в Новый год Подарить Что вы и делаете Для жителей И гостей Владивостока Ну ближайший праздник Это все-таки День защиты детей Первый день лета Первое июня И сейчас В конце нашей программы Я бы хотела Чтобы вы Пригласили Всех жителей И гостей Владивостока Еще раз озвучили время И место проведения Дмитрий Наверное вам Ну давайте Да Я скажу Может даже посмотрю В камеру Чтобы было Удобнее Да Приглашаем вас Дорогие друзья На фестиваль В гостях у детства Который пройдет Международный день Защиты детей С 11 до 18 На спортивной Набережной Амфитеатр Вас ждет Удивительное Крео-шоу Выступления Юных звезд Приморья Выставка Мастеров Декоративно-прикладного Творчества Шоу Мыльных пузырей Художественная выставка Картина в Владивостоке Игровые зоны И многое-многое другое Приходите 1 июня Спортивная набережная С 11 до 18 часов А вход свободный Вход свободный Да Мы все как-то Об этом говорим У нас всегда Вход свободный На самом деле Как-то пока еще Не делали с билетами Никогда Может когда-то сделаем Какой-то концерт Будет большой Вот В Фескохоле Например А вообще У нас всегда Бесплатный вход На мероприятие Это даже Мы как-то И не обсуждаем Априори Что ж Нам пора заканчивать Я хочу вас поблагодарить За этот разговор За то, что нашли время И пришли к нам сегодня И конечно Хочу поблагодарить вас За то, что дарите праздник Гостям и жителям Владивостока Спасибо большое Я напоминаю Что это была программа Время говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на 8 Субтитры подогнал «Симон»